19 января поступило сразу несколько десятков сообщений об актах терроризма в дошкольных и общеобразовательных учреждениях региона. Первым отделом по расследованию особо важных дел о преступлении против личности и общественной безопасности Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организована процессуальная проверка в связи с поступившим сообщением о заминировании на территории города Твери и Тверской области более 30 объектов школьного и дошкольного образования без указания конкретных адресов образовательных учреждений. В целях установления всех обстоятельств незамедлительно организованы выезды следственно-оперативных групп в школы, детские сады, Твери и области в составе сотрудников Следственного управления, Следственного комитета, полиции и Росгвардии. Подобные посягательства нарушают нормальное функционирование государственных и общественных институтов, поэтому им будет дана должная юридическая оценка, подчеркнули следователи. А мы еще раз напоминаем об уголовной ответственности за подобные преступления. Уголовная ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Основанием для уголовного преследования является заведомо ложная информация о готовящихся взрыве, поджоге, либо иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно опасных последствий. Подобные действия влекут наказание в виде ограничения свободы или принудительных работ сроком до трех лет. Если преступное посягательство направлено на объекты социальной инфраструктуры, больницы, школы, вокзалы, заведения, связанные с отдыхом и досугом, либо если преступные действия повлекли ущерб свыше одного миллиона рублей, виномному грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Дестабилизация деятельности органов государственной власти путем ложных сообщений об актах терроризма влечет еще более строгую ответственность вплоть до восьми лет лишения свободы. Следует помнить, что подобные действия, даже совершенные из хулиганских побуждений, вследствие создаваемой атмосферы страха и паники, могут повлечь по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. При таких обстоятельствах максимальное наказание до десяти лет лишения свободы. Мы еще раз призываем вас, уважаемые земляки, к бдительности. На своих экранах вы видите телефоны доверия в Твери, куда необходимо звонить в экстренных случаях.